Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран и приветствую вас на своем канале. И вы знаете, друзья, за то все время, которое я провел в Польше и встречался с людьми, которые только первый раз приехали в Польшу, либо живут какой-то там недлительный промежуток времени, они все сталкиваются с одной проблемой. Они хотят познакомиться с девушками. Если мы берем, конечно же, парней. Хотя некоторые девушки тоже могут знакомиться с девушками. И единственное, что, по сути, останавливает этих парней от знакомства, это, конечно же, языковой барьер. Потому что уверенность у них есть, есть настрой, есть целеустремленность, есть, конечно же, невероятно огромный багаж знаний по знакомству с девушками. Конечно же, каждый здесь пикап-гуру. Поэтому все, что нужно, это просто знания польского языка. Поэтому, друзья, в этом видео я дам вам эти знания польского языка, и мы разберем основные фразы, которые могут способствовать, помогут вам в этом нелегком деле, в этом нелегком искусстве, как поиск своей спутницы. Ну что же, друзья, если вы готовы, то давайте начнем. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я хочу поделиться с вами еще одной такой очень интересной ссылочкой по изучению иностранных языков. С помощью этого сервиса твое изучение иностранных языков будет прогрессировать с колоссальной прогрессией. А речь идет именно о программе Ешко. На этом сервисе вы сможете изучать такие иностранные языки, как английский, польский, французский, итальянский и многие другие языки, а также другие тематики. Плюс ко всему, вы сможете скачать первый урок абсолютно бесплатно. Поэтому не откладывай на завтра, начни делать прямо сейчас. А ссылка будет в описании под видео. Ну что же, после того, как вы поздоровались с девушкой, или какая там у вас схема знакомства, я не знаю, конечно же, вам нужно будет спросить, как тебя зовут. И по-польски, чтобы спросить, как тебя зовут, будет... Якчина имя. Якчина имя. После того, как вы узнали, как зовут вашу предполагаемую спутницу, если вы пойдете по стандартному развитию диалога, то, скорее всего, вы будете спрашивать, ты откуда? И по-польски, чтобы спросить, ты откуда, будет... Скąd jesteś? Скąd jesteś? После этого, чтобы показать свою осведомленность в польском языке, вы можете сказать... Рад встрече. И по-польски это будет так... Мило ми панем познать? Мило ми панем познать? Далее вы можете задавать следующие вопросы, по которым, в принципе, будет строиться ваш диалог, и вы будете находить какие-то общие точки соприкосновения. Поэтому, скорее всего, вам понадобится фраза, чем ты занимаешься. По-польски это будет... Чим ще займуеш? Чим ще займуеш? Также будет полезна фраза, как ты развлекаешься, чтобы знать, что ей нравится и что не нравится, по сути, чтобы в таком же ключе проводить свидание и делать то, что будет приносить пользу вашей предполагаемой спутнице. И по-польски фраза, как ты развлекаешься, будет... И если вы только начали свое знакомство с польским языком, чтобы проще понимать, здесь очень просто проводить аналоги с украинским языком, так как слово забавить в украинской речи имеет свой аналог забавлятыйся. Поэтому здесь очень просто запоминать вот такие конструкции и очень быстро изучать польский. Если она говорит, что у нее нет времени на развлечение, а она только работает, вы завели диалог про работу, и ты можешь сказать ей фразу «У тебя интересная работа». По-польски эта фраза будет звучать так. Така праца хэба ест чекава. Если вы познакомились с девушкой в каком-то необычном месте, в каком-то кафе, ресторане, баре, возможно, вы захотите спросить «Ты часто здесь бываешь?»? И по-польски это будет звучать так. Чэнто тут ши ходжиш? То есть дословно эта фраза подразумевает, что вы познакомились в каком-то конкретном месте, а не просто на улице, она проходила мимо. В свою очередь она может спросить «Чем вы здесь занимаетесь?» в этом городе, в этой стране? И возможно вам будет полезно такой ответ сказать «Я здесь в отпуске». По-польски это будет так. То час моих вакаций. То час моих вакаций. Возможно, если вы познакомились с девушкой на улице и вы хотите узнать, одна ли она здесь, чтобы вдруг из-за угла не вышел ее злой парень, то вы можете спросить у нее фразу «Ты здесь одна?»? По-польски это будет так. И чтобы уже на 100% удостовериться, даже если она скажет «Да, я здесь сама» и вы хотите перестраховаться, можете спросить вопрос «У тебя есть парень?»?»? По-польски это будет так. «Ходжишь с кимсь на стауе?» Czy ходишь с кимсь на стауе? И если она говорит «Нет» и вы дальше общаетесь, и ваш диалог набирает такой приятный оттенок, то она может сказать «Ты такой смешной?» И по-польски это будет звучать так. «Але jesteś забавный». «Але jesteś забавный». Либо же вы можете сказать «Это ей». «Ты такая смешная». «Але jesteś забавная». То есть это будет уже относиться к девушкам, а не к парням. Будет уже женский род. Либо же она может сказать «Ты очень милый». «Ты очень милый». «Ты очень милой особой». Это может касаться как парней, так и девушек, поэтому вы можете точно так же использовать эту фразу, чтобы покорить ее сердце таким вот неординарным, необычным комплиментом, который никто никогда до вас еще не использовал. Если ты из тех людей, которые прям любят посыпать девушку комплиментами, то ты можешь еще добавить следующую фразу. «Я так счастлив, что встретил тебя». «Мам счастье, что тебя познаем». «Мам счастье, что тебя познаем». Если тебе даже этого недостаточно, если ты прям маньяк комплиментов, то можешь сказать ей следующую фразу. «Мне нравится твоя улыбка». По-польски это будет так. «Co за пенькный усьмех». «Co за пенькный усьмех». И прям апогеем всех этих комплиментов будет следующая фраза. «Ты мне очень нравишься». По-польски она будет звучать достаточно просто. «Бардо тебя любит». «Бардо тебя любит». Если ваша встреча была вечером, например, в пятницу или в субботу, и ты думаешь, как бы так приятно провести этот вечер, и возможно ты захочешь предложить ей что-нибудь выпить. И по-польски фраза «Можно купить тебе выпить» будет звучать так. «Моге купить пани дринка». «Моге купить пани дринка». Если она согласилась, вы выпили и ты хочешь показать, насколько ты все-таки джентльмен и умеешь обращаться с девушками, ты можешь сказать следующую фразу. «За эту выпивку я заплачу сам». По-польски это будет «За те колейка дринков я заплацэ». «За те колейка дринков я заплацэ». Если вы уже сидите в каком-то баре, либо клубе, и вы уже выпили, ты можешь предложить своей спутнице «Потанцуем». По-польски будет «За танчимы». «За танчимы». И вот подходит конец этого замечательного вечера и ты можешь предложить своей даме «Хочешь уйти отсюда?». По-польски это будет звучать так. «Хцеш террас выjść?» «Хцеш террас выjść?» И вот вы уже практически прощаетесь. Это был прекрасный вечер. И ты думаешь, как бы ее не потерять? И ты спрашиваешь «Увидимся снова?». «Чы забачимыще поновне?» «Чы забачимыще поновне?» Либо ты можешь сразу предложить более конкретное детализированное предложение, чтобы она сразу понимала, как будет происходить ваше следующее свидание. И возможно, ты можешь ей предложить. «Может как-нибудь сходим с тобой в ресторан?» По-польски это будет «Может, кедысь зьемы coś razem в ресторации?» Либо же ты можешь предложить ей просто выпить кофе. По-польски фраза «Может, хочешь встретиться и выпить кофе?» будет звучать так. «Может, кедысь выбежемыще на каве?» «Может, кедысь выбежемыще на каве?» И в заключение вашего разговора ты можешь сказать так. Спасибо за прекрасный разговор. Дзеньки за милую rozmову. Дзеньки за милую rozmову. Либо если вы все-таки провели где-то уже ваше первое свидание, то ты можешь сказать такую фразу. Я прекрасно провел с тобой время этим вечером. Co за милый вечер спэнзоны с тобой. Co за милый вечер спэнзоны с тобой. И последняя фраза. Я рад, что пришел сюда этим вечером. Чешище, же дзешейший вечер спэнзон тутай. Чешище, же дзешейший вечер спэнзон тутай. Ну что же, друзья, не рассматривайте этот урок как какая-то инструкция по тому, как общаться с девушкой. Скорее, это инструкция по тому, какие фразы и как нужно использовать в польском языке и как они звучат. Поэтому каждый, конечно, использует свою собственную технику. Конечно же, здесь много экспертов, которые прям мастерски владеют искусством знакомства с девушками на улице. Поэтому здесь я вам не мастер и не советчик. Это скорее просто инструкция польского языка. Ну что же, друзья, на этом у меня все. Обязательно смотрите внизу в описании под видео. Там много интересных ссылок, которые могут вам быть полезны, если вы находитесь в Польше. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, что там обычно делают люди. И до встречи на следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok